Всем доброго дня! Сегодня приготовлю куриные шарики с рисом и овощами, запеченные в духовке. Для приготовления этого блюда понадобится куриное филе, булочка, я уже замочила в молоке, лук, это будет у нас фарш, соль, перец. Рис я предварительно отварила и выложила в сотейник, смазанный маслом. Также я использую замороженный зеленый горошек и болгарский перец. Я его заморозила еще осенью нарезанный уже, вот он пока я приготовлю фарш, он потает. Яйца понадобится, соль, перец. Ну, приступим к приготовлению фарша. Готовый фарш отставляем пока в сторону и складываем овощи. На рис выкладываю горошек, нет, наверное, морковь. Я еще порезала морковь и добавлю еще морковь. Я сначала не сделала этого, но все-таки с морковью будет и красивее, и вкуснее. Распределяем так овощи более-менее равномерно. Далее пойдет зеленый горошек. Также его раздвигаем. И болгарский перчик. Вот такая красота получается. Теперь из фарша я буду делать шарики, формировать. Берем ложку, смачиваем водой и вот так вот отделяем, делаем круглые колобочки небольшие. Укладываем сверху на овощи. Шарики укладываем на овощи. Так у меня как раз получилась пропорция, что как раз хватило фарша, чтобы покрыть всю поверхность. Так, теперь между шариками выкладываем порезанный лук. Я его порезала мелко. И вот засыпаем рубленный лук между шариками куриными. Для того, чтобы блюдо получилось более сочным, мы приготовим заливку. Для этого берем 3 яйца, добавляем сюда щепотку соли, перца, немножко и все это взобьем миксером или венчиком. Яйца просто хорошо перемешиваем. Теперь к этой яичной смеси добавляем молоко. Миллилитров 200. Смотря какую порцию вы будете делать. Я взяла стакан риса. Вот, и чтобы... Теперь это тоже хорошо перемешиваем. Получившейся смесью заливаем нашу запеканку, так называемую. И эту красоту отправляем в духовку для запекания. Духовка разогрета до 200 градусов. И выпекать будем до готовности куриных шариков. Блюдо простояло в духовке 50 минут. Вот такое имеет красивый аппетитный вид и очень вкусно пахнет. Сейчас я положу на тарелку и посмотрим, как это выглядит. Вот такой вот рис получился сочный за счет молока и яиц. Ну, очень вкусно пахнет. Тевтелька такая вот. Тоже видно, вот сочная тевтелька. Очень вкусное блюдо. Приятного всем аппетита! Если вам понравилось, ставьте комментарии. Может быть, какие-то советы или еще что-то. Мы будем рады вас услышать. А пока всего доброго! До новых встреч на нашем канале!